Всем привет, всем доброго здоровья, доброго дня, гарных новин. У меня новины гарни, у нас уже есть светло, есть интернет, в общем, цивилизация пришла к нам обратно. Все хорошо, в 2 часа ночи сегодня дали свет, к утру уже было восстановлено и интернет, и мобильная связь, так что в нашем городе все прекрасно. Вот сегодня хорошо, что в принципе отремонтировали свет, потому что, ну и не холодно, но такая мряка, знаете, сырая погода, хочется тепла. Так что у нас в доме уже тепло, все хорошо. Сейчас уже, правда, 2 часа дня. Я на кухне делала сочники, я вам уже показывала тот рецепт неоднократно. В общем, готовлю кушать, чтобы было на несколько дней. Поэтому, так, отвлеклась я выйти, подышать свежим воздухом и сказать вам, что все прекрасно, что я жива-здорова. Нема кому все выкинуть, вот эту штуку. Ой, в общем, все. Все хорошо. В нашей семье пока все хорошо, дай бог всем так. Ну, не знаю, если дождя не будет, то, может, пойду погуляю, может, еще что расскажу. А так, я на кухне. У меня там все кипит, шкварчит и печется. Пошла готовить себе дальше. Вот, раскатала уже последнее. Что-то тесто наделала. Штук 40, наверное, будет. Ну, будут есть. Захотели они, я уже давно не пекла. Взяли сегодня молоко. Вот, творог. Остатки сейчас доделаю. Что не хватит, то с вареньем сделаю. Вишни у меня есть, ягодки покладу и сделаю с этим, с вареньем. Ну, на тесто я же уже вам показывала неоднократно. Неоднократно, кому интересно, там можете посмотреть ее где-то, наверное, или в плейлистах, или в бывших этих. Надо посмотреть. Я сама даже не знаю, выкладывала его в плейлист или нет. Ну, а так, если разобраться, то что тут примерно 150 грамм жира, 150 грамм какого-то молочного продукта, 150 грамм сахара. Ну, сахара плюс-минус. Одно яйцо, соль, сода. Вот, и это, ну, муки, чтобы мягкое было тесто. И все, раскатываете, это все делается очень быстро, раскатываете, и можно уже выпекать. О, все, закончилась наша сказка. Закончилась, все, свет выключили. Только позвонила до Димы и сказала, что у нас все хорошо, свет не выключали. Ну, я успела сварить кашу. Вот только что 4 минуты назад в мультиварке сварилась каша. Ага, съесть в духовке, то печется. Да, жаль, конечно. Ну, что ты сделаешь? Ничего не сделаешь, такие у нас ряды. Все, давайте, пока-пока. Ну, вот в таких условиях работаем. Вот, вот вытащила, видите, спеклись. Сюда положу, класть. В общем, в таких условиях, без света, ну, ничего. Не хватило творога, положила варенье, она будет вытекать. Ну, это последний противень, что вытечет, а что испечется. В общем, вот такое будет у меня еще. Защипала вот такими вот варенечками. Ну, я думаю, что должно держаться. Оно хорошо защипывается. Так что не должно вытекти. Вышла немножко погулять. Это уже другой, второй день. Вчера вот я снимала, не стало света. Ну, его, в принципе, чтоб сказать, что долго не было. Где-то минут 40 не было. Потом появился. Но это в нашем районе, в других районах немножко по-другому. Вот. А так, в принципе, все нормально. Связь есть, вода есть, интернет есть, все есть. А это мои кошки тут бегают. Просто немного рассказать. Я же сходила в ларек, купила яйца. Думаю, сейчас с вами немножко поговорю. Вот. И, может, что-то выкладу хоть какое-то маленькое видео, потому что... Ну, так особо снимать нечего, потому что дождь. Вчера дождь, сегодня дождь, целый день. Просто так вышла подышать свежим воздухом, погонять, как говорится, кровь. Вот. Обогатить кислородом. В доме ее не обогатишь, особенно на кухне. Постоянно что-то шкваришь, шпаришь. Ну, я сегодня не готовила. Я вчера наготовешу, вот, смотрите, со мной идут. Я вчера много напекла вот этих сочников. Мясо стушила тоже. Ну, в общем, короче, есть что кушать. В общем, вот такие вот дела. Просто прошлась я чуть-чуть с вами. Спасибо всем, кто писал комментарии. Может, не всем спасибо, потому что там есть некоторые индивидуумы такие, что я не знаю, что у них в голове. Знаете, раньше была игра такая детская, и там негативные герои говорят, нам нужен мир, желательно весь. Вот так и у них в голове, что им нужен мир, желательно весь. А то, что они живут, можно сказать, тоже в бедности, в нищете, только из-за того, что вот эти все ракеты, сколько они стоят? Каждая ракета – это какой-то медпункт. Две-три ракеты – школа-больница. Они же там миллионы стоят. И они радуются, что нам хуже, чем им. Ой, боже ты мой. Ой, как говорится, бухим судья. Мне, например, если честно, мне уже, как говорится, ни жарко, ни холодно. Я уже так не воспринимаю. Я отношусь к таким комментариям и комментаторам, как к пустому месту. А всем остальным, конечно, большое спасибо за поддержку. Это моя Марусечка побежала. Он поповылял. Там у меня машина стоит. Сейчас я подойду. Юра приехал, сын Павловича. Спрошу, как дела. Ну, я его, может, снимать не буду, но, по крайней мере, хоть расскажу, что и как с ним. Ну, хорошо, все. Давайте, буду сейчас до Юры позвоню. Узнаю, что там. А эти красотки бегают. Ну, не голодные, а совсем скучно. Бегают за мной туда-сюда, туда-сюда. Да, красотульки. Собака, все. Юра приехал. Это Павловича, сын-то, рассказывает, что он там в больнице. Сейчас у него времени нема, но я уже сейчас сама расскажу. Ну, хорошо, Юра, все. Давай, давай, счастливо. Давай, Павлович, хай выздоравливай. Все, давай, пока. Потом, пока. Ага. Все. Ну, что, лежит Павлович в больнице. Там свет на генераторе. Говорит, лежите под одним одеялом. Жарко, говорит, что... Только это вот, что... Дуже жарко. Топят хорошо. Вот. Три дня, говорит, кололи лекарства бесплатно. А сейчас уже там надо будет подкупать кое-что. Ну, в общем, что, будем надеяться. Да? Стрелка, Маруся. Очень хорошо. Только вас начинаешь снимать, а вы начинаете мне тут показывать. А у меня, бачите, який вход. Можете порассказывать. Можете порассказывать, какие мы хозяева, что у нас тут зайти нельзя. Ой, господи. Ну, хорошо. Ну, так, все. День, можно сказать, закончился. Все, я жива здорова, чего и вам желаю. Всем на добра ночь, добра вам и всего самого найкращего. Спасибо.